ТОП 10 самых легендарных мотоциклов СССР Друзья, привет! С вами канал Автообзор и сегодня немножко отклонимся от темы и поговорим о ТОП 10 легендарных мотоциклов СССР Итак, первое место в нашем рейтинге занимает L300 Красный Октябрь Самым первым серийным советским мотоциклом стал L300 Красный Октябрь В начале 1930 года ленинградские конструкторы подготовили его чертежи Вдохновляясь самым надежным байком того времени немецким DKW Lexus 300 А уже осенью того же года была готова первая партия L300 Выпускался мотоцикл до 1938 года А потом на его основе создали не менее легендарный ИШ-8 Этот потомок L300 даже попал на серебряные монеты Новой Зеландии К слову, ИШ-7 носил все те же L300 Которые параллельно с ленинградским предприятием Красный Октябрь выпускались в Ижевске Второе место в нашем рейтинге занимает самый боевой мотоцикл И сейчас вы узнаете почему именно Это М-72 М-72 не был первым армейским мотоциклом в СССР В 1934 началась сборка первой советской тяжелой модели BMZ A750 А в 1939 дублера британской BSA И как считается лучшего довоенного мотоцикла в Союзе TIS AM600 Однако именно М-72, конструкцию которых подсмотрели в немецкого BMW R71 Именно этим оснащался вермахт Выйдя в трагичном 1941 году И выпускали его всю войну А потом еще серьезно послужили народу в гражданских целях Последние экземпляры сошли из контейнеров в 1960 году С 1941 по 1945 М-72 Несли на себе бойцов, вооруженных пулеметами или легкими минометами К слову позже, мотоциклы построенные на основе этой модели стали вооружать взаимовыносными противотанковыми ракетными комплексами С первых послевоенных лет М-72 стали милицейским транспортом А с 1954 года их могли для своих нужд купить и простые советские граждане Потомкам М-72 в начале нулевых заказала республиканская гвардия Саддама Хусейна Но воспользоваться не успела И боевые мотоцикли пошли в народ По желанию заказчика, иракские автомастерские ставят на Уралы дополнительную активную пассивную защиту Броню и пулеметы Третье место в нашем рейтинге занимает Урал М-62 Выбор нашей доблестной милиции Массово пересаживать советскую милицию на патрульные автомобили стали только в 1970-х годах А до этого их основной транспорт был мотоцикл с коляской Первое послевоенное десятилетие милиционеры ездили на армейских моделях А с середины 1960-х годов получили свое распоряжение не менее надежное Но еще более подходящее для милицейской работы Шестидесятки Патрульные версии Урал М-62 и его потомки вплоть до М-67 Урал М-62, к слову, провелся ролью в великолепном фильме «Берегись автомобиля» Всего в фильме было снято целых пять разных мотоциклов Четвертую позицию в нашем рейтинге занимает довольно-таки известный мотоцикл Иш-49, универсальный Иш-49 появился в 1951 году И сегодня достаточно часто можно увидеть его на дорогах и бездорожье бывшего Советского Союза Наверное, лучший мотоцикл для нашей страны И по сей день можно услышать от российских мотолюбителей Надежный, живучий, приспособленный к любым условиям и очень звучный В СССР его голос не меньше легенды, чем в США рокот Харлеев Иш-49 по нраву занимает достойное место в нашем топе 10 На пятой ступеньке нашего рейтинга занимает почетное место Иш-Планета Спорт Иш-Планета Спорт Первый серийный спортсмен Если все предыдущие советские мотоциклы были лишь слегка модернизированы довоенными моделями То Иш-Планета Спорт создавалась явно с оглядкой на современные ему японские байки В облике самого элегантного из ежей можно найти отсылки с творением Сузуки И Ямаха и Кавасаки И даже сегодня, спустя почти четыре десятка лет С начала выпуска, спортивная классика Иш-Планета Спорт Выглядит явно архаично Шестую позицию нашего рейтинга занимает Ява-360 Самая кинологичная На Явах ездил каждый третий советский мотоциклист И неудивительно, что чехословацкие мотоциклы очень часто попадали в кадры Главная же роль в советском кино досталась Ява-360 Именно на этой модели Геша Казадой вывез на рыбалку на белую скалу Семен Семеновича Горбункова В фильме «Бриллиантовая рука» или «Костяная нога» Седьмую позицию в нашем рейтинге занимает легендарнейший мотоцикл Это Ява-350 Ява-350 Главный мотоцикл рвущих 90-х Последний из Яв, продававшийся в СССР Ява-350 Кстати, также стала народным мотоциклом Успев выйти перед самой перестройкой В 1984 году эту модель часто показывали в сыровых фильмах конца 80-х и начала 90-х Так Ява-350 можно было увидеть в таких фильмах, как «Авария», «Дочь мента» и «В боевике крысы» или «Ночная мафия» Мотоциклу даже посвящена песня Ява, популярная на то время группой «Сектор газа» Восьмое место в нашем рейтинге занимает Днепр-11 Самый подходящий мотоцикл для тюнинга – Днепр-11 Когда движение байкеров в СССР только зарождалось, тогда они называли себя рокерами Суровые парни с проклепанной кожей Среди прочих мотоциклов особое уважение имел Днепр-11 Именно этот мотоцикл оказался наиболее подходящим для упражнения в тюнинге Доработанных тяжеловесов и сегодня можно встретить на различных мотошоу и на дорогах Благо найти основу для доработки теперь достаточно легко Девятое место в нашем рейтинге поседает «Вятка ВП-150» Самый стильный Для затравки не мотоцикл, но самый первый и одновременно самый стильный из младших собратьев за всю историю СССР «Вятка ВП-150» выпускался в 1957 по 1966 год Копия лучшего мотороллера всех времен и народу итальянского «Веспра» GS-150 До «Вятки» завод выпускал легендарные ППШ, пистолеты-пулеметы Шпагина И пусть советский мотороллер не получил той славы, в случае которой справедливо окупает старшая сестра «Веспра» Но более миллиона проданных в 50 странах мира «Вяток», включая последующие модификации, очень достойный результат Друзья, десятое место нашего топ рейтинга поседает неизвестный мотоцикл Проверка для вас, что же это будет за мотоцикл, пишите в комментариях А также, друзья, не забываем подписаться на мой канал, поставить большой палец вверх И напишите в обсуждениях, что вы хотите увидеть в новых видео Спасибо за просмотр, с вами был канал Автообзор, до новых встреч!